всем привет для сегодняшней самоделки потребуется папка с металлами вот так я храню папка еще времен ого-го когда я учился в техникуме именно с этой шикардосной папка я ходил на пары короче папка пошла на повышение и теперь хранит листовой металл вот такой тонкий алюминий закончили упражнение как говорил мой учитель физкультуры когда-то давно аккуратненько извлекаю вы фрезерованные элементы раз два три четыре с помощью миниатюрного нафиля удаляю все присутствующие заусинцы с помощью кернера который был изготовлен в предыдущем видео на обратной стороны каждого элемента делаю насечки обязательно обезжириваю элементы использую для этого зубной дрын и коммунистическую вату покрываю специальной грунтовкой прозрачной за кадром изготовил основание для нашего изделия с помощью надфиля уберу заусинцы и подровняю плоскость на стороне которая противоположна лицевой выполняю структуру с помощью фрезы обязательно применяю оптический усилитель вот такой незамысловатый текстурный рисунок сразу же зачерним средство засекречено поэтому его рецепт я вам не дам уж извините излишки удаляю с помощью тряпья ветоши сторону противоположной обратной покрываю серебром теперь прохожусь по псевдокирпичикам мелкой наждачной бумагой мелкозернистой с помощью эпоксидного клея приклеиваю вставки с помощью эпоксидного клея приклеиваю вставки наведем трошки блеску наведем трошки блеску финишную полировку я произвожу на вот таком отрезке мягкой ткани показывает она себя для этих целей просто великолепно последний элемент для завершения образа покрою и угловые элементы красной краской акурат пока краска окончательно не высохла удаляю излишки колечко обязательно и шнурочек обязательно вот за что я не очень люблю глянцевую поверхность так это за то что ее очень сложно нормально снять на видеокамеру создается впечатление что изделие поцарапанное и неаккуратное на самом деле этого всего нет но оно и не удивительно фокусу камеры крайне сложно сфокусироваться на такой поверхности сейчас помчусь на улицу я думаю там съемка будет получше походов еще буквально пару секунд вашего времени с вашего позволения хочу просить у вас о помощи есть в планах оказать поддержку милым добрым отзывчивым созданиям которые пострадали от войны не меньше чем люди помочь этим созданиям кроме нас с вами некому поэтому я предлагаю мне каждому из вас каждому зрителю моего канала сброситься по 5, 10, 20, 30 гривен и оказать эту самую помощь нас достаточно много на канале и каждый вклад каждая гривня каждый рубль, каждый доллар способен сотворить доброе дело доброе дело наше вместе с вами карточка будет в описании под видео и прикрепленном комментарии заранее вас благодарю всего хорошего пока пока